Ну вот, покормила кур. Радость у нас. Пять яиц куры нанесли, так что с голоду уже не помрём. Куры – это единственная радость. А, и одна индюшка – единственная радость, которая у меня осталась. Петуха долгое время учила кричать правильно, кукареку, а не кукареку. Как-то он там ударение делал не на тот слог. Соседка рубит дрова. Супруг родной. О, а там стреляют. И всем доброго утра. Ну вот, вышли на порог. И вот выпал снег. И вот отсюда, вот от порога, кусочек я протянула. А вот это моё приспособление, сбитое треугольником на верёвке. Вот так тяну. Сейчас покажу, как это дело делается. Вот так. Оно прочищает что-то. Знаете, за вот эти военные годы заготовка дров у меня вошла прям в какой-то повседневный, в обыденный труд. Если раньше, я об этом даже и не думала. Мы привозили с Донецка или из-под Шахтёрска, привозили 3-5 тонн антрацита, высококалорийного угля. И нам его на зиму хватало. То теперь надо 5-6 тонн курного, потому что оттуда нам ничего не везут. А везут по эту сторону только курные угли. Ну, это уголь, которым, во-первых, меньше натапливается дом, и, во-вторых, его больше нужно. Да и зимой мы 2-3 раза чистим дымоходы, которые забиваются. Значит, живём в селе Новобахмутовка. В Новобахмутовке до войны было около 900 человек, а сейчас около 300. Ну, получается, что никаких служб нет. Если надо, например, в пенсионный фонд какой-то, вот тоже, это в Очеретино, это 20 с лишним километров. Если надо в Забес, это в Авдеевку, тоже там, то есть на сколько километров, больше, чем до полдня. Приехали мы из Константиновки, привезли сахара, макаронов, риса. Одним словом, на неделю как-то заторанились. Сегодня нашему папе аж, ну, в общем-то, сколько? 52 года. Будем вечером пить чай с тортиком. Вообще, надо признаться, папа у нас гораздо моложе меня. Уж я молодых мужчин люблю. Ну, так вышло, что мой муж на 7 лет моложе меня. Вот бы, чтобы каждый день у кого-нибудь из семьи был день рождения. Как привыкли до войны, так стараемся и сейчас держаться. Тем более, если, ну, сейчас купить, например, пирожное, это немыслимо. Свыше 70 гривен за килограмм. Сама что-то пеку. Хорошо, вот, говорю, яиц куры нанесут, ну, и как-то мы выкрутимся. Это моя доча. Она приехала из Германии с мужем и с ребенком. Как ты? На Новый год. Работа для тебя там, от работы здесь. Есть разница вообще? Или для тебя одинаково? Требования же одинаковые, поэтому работается одинаково. Требования к сотруднику. Просто там легче работается, потому что, скажем так, от работодателя от дачи больше. Здесь. Или благодарности, или я не знаю, как сказать-то. Так что, дров заготовила я сегодня, все сделала нормально. Могу прямо отдыхать полдня до самого вечера. Давайте я вам покажу, любимое мое животное, любимую мою птицу. Повернись сюда, курия. Повернись, красота твоя. Какого-то надо, осталось мне с двадцати. Такое мое, что я буду запустиваться. Ладно, двадцать штук. Собаки вытянули. Это не так, как я не могу. Хорошо. Хорошо. «Звятия будущего». Собаки вылятили. Корректор А.Егорова